друзья сегодня мы с вами будем готовить борщ возьмем кастрюлю необходимы ингредиенты просто закинем это все в кастрюлю и сварим посмотрим что же получилось так на борщ это не похоже ведь мы же забыли главный ингредиент вода основа любого супа единственное без чего его просто не приготовить и если этот борщ это наша тренировочная программа по бегу то эти ингредиенты интервальный бег темповой бег в горку фарт лек моногетти не смогут быть полноценным супом без основы длинного медленного бега физкульты друзья длинным медленным бегом или long easy run называют бег который дольше полутора часов он стоит на особом месте в подготовке спортсменов на выносливость на дистанциях от 5 километров до марафона полного триатлона и более продолжительных соревнований как ни странно но корректнее говорить про длинный бег не длинный а долгий потому что в нем правильнее измерять не расстояние а время и очень важно чтобы он был медленным мы с вами уже говорили о важности медленного бега и о том насколько он должен быть медленным вот в этом выпуске но если коротко и просто то определить что для вас медленно можно используя наше приложение бег в первой зоне интенсивности и будет в том темпе в котором нужно делать медленный бег многие бегуны имея ограниченное время хотят качественно подготовиться к старту и для этого стараются больше тренироваться и тяжелее им кажется что бегая быстрее они смогут эффективнее на тренироваться за то же самое время но это абсолютно не так возьмем для примера мою подготовку у меня такие тренировки проходят на пульсе 120-130 по продолжительности для подготовки к дистанциям от пяти километров до полумарафона медленный бег может составлять до двух часов для подготовки к более длинной дистанции к примеру на нашей программе мой первый марафон такой бег может быть до трех часов но недавно были длинные пробежки по 45 часов это были специфические тренировки в рамках подготовки к ультра триатлону cyberman где нужно пробежать конечном этапе 84 километра который кстати пройдет уже совсем скоро 6 8 августа мне да и всем участникам этого непростого состязания конечно же пригодятся ваши слова поддержки поэтому ждем их в комментариях к этому видео ну и ждите после самой гонки я обязательно сделаю видео отчет о том как проходила подготовка к этому соревнованию и как проходило само соревнование там будет очень много интересной информации например в моем плане подготовки сейчас большое разнообразие тренировок по плаванию велосипеду бегу но именно длинный медленный бег занимает прямо особое место в ней почему же именно длинный медленный бег развивает два важнейших механизма внутри нашего тела жировой метаболизм и как ни странно это сейчас произвучит мпк максимальное потребление кислорода как мы помним из нашего выпуска энергию мы берем из углеводов и жиров и если углеводов у нас ограниченное количество то жиров безбрежный океан и нужно научить организм работать на них после первых 40 60 минут вашей пробежки вы вынуждена придете добавление ваш энергетический коктейль энергии которая будет вырабатываться из жиров в итоге ваш организм научиться не только меньше использовать углеводов во время нагрузки на выносливость но еще и более эффективно использовать те самые углеводы но есть два важных нюанса во первых это будет работать только при низкой интенсивности жиры сжигаются с участием кислорода его должно быть много в нашем организме а это происходит именно на этой низкой интенсивности и во вторых нельзя употреблять углеводы извне во время длинного бега никаких батончиков гелий coca-cola и прочего только чистая вода максимальное потребление кислорода будет развиваться даже несмотря на то что вы не продавливаете свой организм через интенсивные тренировки все потому что вы очень долго находитесь в низкой интенсивной зоне и все ваши обменные процессы происходят с большим участием кислорода также из-за меньшего выделения лактата в мышцах во время длинного медленного бега митохондрий в нашем организме становится больше в количестве и размере о них мы рассказывали вот в этом выпуске но если коротко то чем больше митохондрий тем больше они могут дать нам энергии а значит наш аэродный двигатель становится мощнее ну и добавлю еще один важный эффект психологическая тренировка наша голова тоже нуждается в тренировках если вы научились спокойно бегать 23 часа то в соревнованиях это время не станет для вас проблемой это будет обычным делом конечно иногда формате длинного бега проводятся и темповые тренировки 20-30 километров но цели у таких тренировок иные и как правило они проводятся в финальных стадиях подготовки к соревнованиям мы поговорим о них позднее выпусках о подготовке к соревнованиях поэтому подпишитесь на наш канал для того чтобы не пропустить ну а пока я хочу дать основные рекомендации по тому как вам проводить длинный медленный бег первое о чем нужно помнить это акцент на низкую интенсивность на пробежке мы смотрим только на время и на ваш пульс темпы расстояния неинтересно на ваших часах должно быть только три значения время забега ваш пульс и каденс все остальное лишнее важно на медленном беге помнить про вашу технику да при таком медленном беге она немножечко отличается но основные элементы ровное положение тело правильная работа рук и ваша частота шагов шажки должны быть маленькими и частыми нужно контролировать беговая обувь должна быть с хорошей амортизации и правильного размера когда вы бежите на каждый шаг вашего приземления ваша стопа встречает силу равная ваш вес умноженный на два с половиной для меня это 180 килограмм это большая нагрузка на суставы ваших ног и позвоночник после двух-трех часов бега стопа может заметно расшириться и нужно будет просто больше места также кроссовки должны соответствовать покрытию по которым вы делаете пробежку не забывайте про гидрацию при беге свыше часа организму требуется вода поэтому берите с собой бутылочку с водой или ставьте ее каком-то месте если вы бегаете по кругу если ваша экипировка может вам что-то натирать например подмышки соски промежность ступни или пальцы используйте специальный крем или детскую присыпку не поленитесь составить подробный маршрут вашей пробежки ведь за три часа вы можете очень далеко убежать и важно вернуться с пробежки некоторым людям психологически очень тяжело делать регулярные длительные пробежки или просто жалко тратить время на это тогда попробуйте совмещать бег с тем что вы собирались делать например послушать какую-то книгу или например беговой подкаст а есть отдельное предложение потренировать свою частоту шагов каденс для этого пробуйте учащать свои шаги сделать их маленькими частыми но при этом контролировать чтобы ваша интенсивность ваш пульс не увеличивались со временем научившись поддерживать высокий каденс на медленном долгом беге вы даже не представляете какой фантастический эффект произведет это в целом на весь ваш бег ну а если вы делаете медленный длинный бег на беговой дорожке вы просто можете посмотреть кино или наш канал идеально вашем недельном тренировочном плане иметь один длинный медленный бег удобнее всего чтобы это был выходной день в конце недели например воскресенье во-первых большинство стартов проходит на выходных и вы таким образом приучите свое тело к длинным пробежкам именно в выходной день ну а во-вторых при пятидневной рабочей недели утро воскресенья обычно самое свободное время наращивайте плавно продолжительность вашего длинного медленного бега начните с одного часа и добавляйте по пять минут в неделю пока не доведете до двух или трех часов в зависимости от того какой дистанции вы готовитесь самый лучший вариант заканчивать такую тренировку чтобы у вас еще остались силы именно поэтому здесь работает правило чем медленнее тем быстрее опционально можно делать длинный медленный бег в холмистной местности как трейл или как просто бег по каким-то горкам но очень важно следить чтобы ваша интенсивность продолжала оставаться низкой для этого когда вы бежите в горку важно чувствовать себя и замедляться помимо всех положительных эффектов которые я перечислил при таком беге по неровным поверхностям вы добавите еще дополнительный такой силовой элемент для всего вашего тела заработают новые мышцы потому что каждый раз вы будете делать шаги под разным новым углом сегодня 50 километров по горкам по таким вот красивым лесным тропиночкам задача просто пробежать очень медленно просто привыкнуть к такому объему время получается осталось два километра все очень спокойненько средний пульс 120-125 так что если ваш длинный медленный бег будет действительно длинным и по-настоящему медленным то вас неименуемо ждет личный рекорд на следующих соревнованиях ну а я побежал куда бабакан республика хакасия так что ближайшие дни друзья я прохожу ультра триатлон а вы смотрите это видео пишите комментарии и продолжаете бегать и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok